Добрый вечер. В прошлый раз мы закончили на классификации афинных алгебр Кацца-Муди, но только на классификации соответствующих матриц. Правда, да? Так мы не построили неразложимых афинных матриц. Но вот на самом деле я мог бы в этом месте сформулировать такую же классификацию, она известна. Она известна, если у кого-то есть интернет, то он сейчас может посмотреть работу Лизы Карбоне с кем-то еще, набрать поиск. Так, и, значит, который называется в архиве классификация гиперболических матриц. Так, значит, ну давайте, я ее не буду вам формулировать, я скажу, значит, итак, классификацию конечного типа. А, обобщенная матрица Картана. Так, значит, конечного типа мы хорошо знаем, афинного типа мы узнали в прошлый раз. Так, и оказалось, что они, значит, все устроены так. Итак, это либо untwisted, и это значит обычные, ну их диаграммы Дэнкина, это обычные расширенные диаграммы Дэнкина, untwisted, и второе это twisted, их, если не память не изменяет, было 6 штук, 6 типов. И это в точности типы, которые получаются так. Но вот в афинных диаграммах Дэнкина там есть кратные связи, и кратные связи, можно изменить их направление. Так, так вот, значит, все скрученные типа получались так, мы брали, ну, неразложимые, отвечаясь неразложимым матрицам Картана, мы брали, значит, обычную antwisted, то есть афинную, расширенную, вот, как, значит, как мы ее называли? Афинная матрица Картана, да, то есть расширение обычной матрицы Картана обычных конечных систем корней, сферических, так, посредством отрицательного максимального корня, так, и там, в этой диаграмме, можно обратить направление некоторых стрелок. Одно или двух, и получить разного типа, и вот это вот получались твисты. Значит, сегодня я для начала их построю, и, значит, ну, начну изучать свойства, мы начнем формулировать свойства вещественных корней для любого типа, ну, и посмотрим, как они выглядят для афинного типа, значит, афинный тип является простейшей моделью, так, но прежде чем это сделать, я не сформулирую, в общем случае, результат, но покажу, какого типа там вещи возникают, скажем, для гиперболического типа. Ну, следующий, значит, третий большой тип – это неопределенный, значит, афинный, конечный, он же сферический, значит, афинный и неопределенный. Ну, да, то есть, вот, ну, как мы будем писать, значит, сигнатуру? Плюсы, минусы, нули? Так, значит, ну, конечный тип – это одни плюсы. Так, афинный тип – это, значит, это… 1, 0, 1, да? 0, 1. Так, то есть, это, значит, сигнатура, ну, а это, это вырожденная матрица, так? Так, то есть, матрица Картана вырождена, вот, но при этом вырождение не сильное, то есть, нолик всего один, значит, ранг матрицы Картана в этом случае равен n-1, вот здесь, значит, ранг матрицы Картана равен n, и она положительно определена. Так, значит, здесь ранг равен n-1, и она положительно полуопредлена, да? Так, а здесь, значит, ничего другого быть не может, если, значит, она… Если вырождение больше, чем 1, то есть, у нас еще полуопредлена бывает, такое… А? А? А это такое, что полуопредлена, но вырождение больше, чем 1. То есть, там нулей, там, полуопредлена, то ли больше, чем 0. Нет, в этом случае она обязательно не определена. Вот, значит, и… Неразложимая. В этом случае она обязательно не определена. Значит, то есть, там могут быть нули, но там могут быть, значит, там обязательно есть и плюсы, и минусы. Но вот на самом деле, больше всего рассматривался Лоренцев случай. Лоренцев тип – это тип такой, n-1, а 1, 0. Так, значит, и, вот, но даже они не классифицированы. Классифицирован гиперболический тип – это Лоренцев тип, когда вычеркивание любой строки и того же столбца, оставляет матрицу одного из этих типов. Понятно, да? Оставляет либо строго гиперболический, когда остается матрица, стрекли хайперболик, остается матрица конечного типа. То есть, сигнатура вот такая, но остается матрица конечного типа. А хайперболик – это значит, остается матрица либо такого типа, либо такого типа. Вычеркиваем, в одной строке одного столбца. А тип K, K0 рассматривался, нет? С равным числом. Я понимаю, то есть, расщепимый. Но это не ко мне вопрос-то, так сказать. Там четко не любого, любой строки. Еще не любой строки, любого столбца оставляет. Нет, Лоренцев тип – это просто вот сигнатура. А гиперболический, да, это Лоренцев, когда гиперболический – это когда это Лоренцев плюс вычеркивание любого столбца. И той же строки, соответствующей строки, оставляет конечный или афинный тип. Это вот в Афинах тоже и любой строки. То есть, из-за того, что мастер полу-трафа, имеется в виду, что любой пары строка в столбец? Ну да, любой пары строка в столбец. Любой, любой. Да, да. И вот те, которые мы построили, они ровно все этим свойством обладают. Мы в прошлый раз построили все такие матрицы. Но это… Вот. Мы построили диаграммы Денкино, конечно, для них, но это то же самое. Вот. И все гиперболические классифицированы. Вот, насколько я знаю, это работа Лизы Карбоны. Но там плюс кто-то из ее аспирантов. Вот. Она… Я ее видел в архиве. Она, может быть, уже и вышла. Вот. Но, значит, я ее видел в архиве. И там, Настя лучше помнит, 200 с чем-то типов, да, 240-то, 243. Но там некоторые из этих типов являются семействами. Так, значит… Но дело не в этом. А дело в том, что они все… Они все исключительные в каком-то смысле. Они все сосредоточены в маленьких рангах. Вот, значит, давайте нарисуем такие картинки. Ну, во-первых, вот треугольник. Так, это такая диаграмма Дымкина. Так, значит, вот здесь вот P. Здесь вот Q. И здесь вот, значит, R. Так, ну и, например, ЕН – это ТН минус 3, 3, 2. А ДН – это, значит, ТН минус 2, 2, 2. Так, ну понятно, да, что такое. Значит, ДН – это выглядит так. А, значит, ЕН, ну немножко не в обычной нумерации, но, в принципе, значит, выглядит так. Мы привыкли, конечно, отсюда нумеровать ее, да, но… Вот, значит… Вот. Ну и можно определить, значит, ЕН мы знаем, что такое. Давайте еще определим еще несколько диаграмм Дымкина, связанных с ЕН. Вот ЕН мы знаем, что такое, да. Но обычно мы ее рисуем так. Н-вершинь. Так, значит, АЕН. АЕН – это вот что такое. АЕН – это, значит, АФИНная диаграмма А, которой привешен еще один кури. Значит, БЕН. Так, это, ну вот, почти то же самое, что АФИНная диаграмма Б. Но, соответственно, СЕ – это почти то же самое. Нет, не совсем. Это двойственная к предыдущей. Вот. Ну и, наконец, ДЕН. ДЕН – это почти то же самое, что АФИНная диаграмма Д, но на которую навешан еще один кури. Вот. Так тогда, значит, вот до ранга там шесть этих картинок немерено. Смотрите таблицы вот в этой вот работе. Ну, вот вы наберете классификацию гиперболических, ну и получите список, таблицу, там до ранга шесть их немерено, а начиная с ранга семьях очень мало. Вот классификация классификация гиперболических матриц картана ну ранга для гиперболических матриц ранг совпадает со степенью степени 8 равна семи. Так, ну вот они. Значит, ранга семь. АЕ7, БЕ7, ЦЕ7, ДЕ7. Так, нас здесь все устраивает? Ну, нас, наверное, должно все устраивать, да, потому что Е7 Е7 конечная. Так, ранга восемь. Значит, Т4, 3, 3. Так, ну в сумме должно давать 8 плюс 2, да, дает, значит, правильно. Чтобы мы посчитали центральную, центральную вершинку три раза, да. Вот, значит, Т4, 3, 3, АЕ8, БЕ8, ЦЕ8 и ДЕ8. Так, значит, ранга девять. Т5, 4, 2. Так, АЕ9, БЕ9, СЕ9 и ДЕ9. Так, ну это замечательно, да, не нужно рисовать, что это такое, все по себе понимают, что это такое. Значит, смотрите, Е8 здесь все еще нету, потому что Е8, да, Е9 нету, потому что она Афинная. Потому что это Афинная Е8. Так, а вот Е10 появляется. Е10, значит, БЕ10, ЦЕ10 и ДЕ10. А вот АЕ10 перестают. Вот как-то примерно вот так. Это классификация гиперболических матриц картана большого ранга, вот ранга начиная с 7, а до ранга 7, я говорю, что там как-то нам слишком нужно будет стараться. Там в маленьких рангах, там возникают семейства, понимаете? То есть, то, что я сказал, там в то, что этих entries в таблице 240, это не значит, что такое количество систем их больше, но там от параметров еще каких, зависит от маленького ранга. Вот. Значит, ну и понятно, что это уже совершенно другая наука, то есть, этим довольно много занимались тоже. А значит, последнее время, но? Паша, у вас какие-то вопросы здесь, да? Что-то вас не устраивает? А, воспринимать это как задачу, проверьте, что эти вот, например, таким. Почитайте, а? Начинаю с ранг 11 их нет, да. То есть, грубо говоря, там Е10 самая большая, да. Е9 уже бесконечно мерная. Е9 – это центральное расширение… Да, Е9 – это… Е9 я сейчас построю. Е9 я сейчас построю. А есть ли какие-то модели для экраболических или так? Есть, есть, конечно, да. Конечно, значит, то есть, мне об этом рассказывали, я сейчас не смогу их воспроизвести, но они есть, конечно. Не, ну, Е10, я думаю, мы сможем построить сразу. Вот, а теперь давайте построим Афинный, потому что, ну, вот нужно иметь какую-то модель, какие-то примеры, так, значит, для того, чтобы рассуждать, ну, скажем, про системы корней. так, то есть, на самом деле, мы, сейчас нам нужно будет вести какую-то комбинаторику, и комбинаторика здесь, вот в особенности, когда мы перейдем к группам, она, конечно, намного сложнее, чем, значит, если вы хорошо знаете свойства обычных сферических систем корней, конечных, так, то это не значит, что все те же свойства переносятся на бесконечные системы корней, даже на вещественные корни. То есть, ну, во-первых, аналогом обычных корней, значит, в конечном случае являются только вещественные корни, так, то есть, потому что в конечном случае есть единственный мнимый корень, который люди обычно жульничают и не называют его корнем, это ноль. Значит, вещественные корни это вот такое, если у вас есть, ну, например, симметризуемая алгебра, сейчас мы на ней определим скалярное произведение, ну, например, на подалгебре Картана, для симметризуемой алгебры, так вот, значит, для симметризуемой алгебры, поскольку на подалгебре Картана, ну, и на двойственной к ней, на двойственном к ней пространству есть скалярные произведения, то там вещественные корни это в точности корни, у которых скалярный квадрат положителен, а мнимые корни это корни, у которых скалярный квадрат не положительный, ну, например, ноль, так, то есть, значит, в обычном сферическом случае конечном тоже есть мнимый корень, но ровно один, ноль, и это обходится так, что он не называется корнем, значит, а в случае бесконечно мерном, там этих мнимых корней просто становится море, так, и не называть их корнями неправильно, а с другой стороны их роль совершенно другая, чем роль вещественных корней, например, значит, вот унипотенты, то для чего мы будем писать коммунационную формулу Шевали, так, значит, они отвечают, так, ребята, я вам не будет мешать, если я открою, а, вам будет дуть? Хорошо бы и остальные открыть, слишком жарко становится, значит, унипотенты будут отвечать только вещественным корням, понятно, да, и поэтому будут большие проблемы, так, значит, но и, а вещественные корни, все равно даже вещественные корни себя ведут иначе, чем в конечном случае, во многих отношениях, значит, а так, построение афинных алгебр, ну вот, кацамудин, я вам, собственно, их один раз уже построю, я вам один раз их уже построил, но я их построил при помощи теоремы сыра, то есть, просто дал образующие соотношения, так, а хочется иметь к ним, так сказать, явную модель, но потому что, ну, когда мы думаем там о конечных, конечно-мирных алгебрах, или простых, так, то мы все-таки как-то себе их иначе представляем, но, например, там мы можем, конечно, их задавать тоже образующие соотношения при помощи теоремы сыра, как мы вспоминали на второй лекции, но обычно там на наивном уровне, да и не только на наивном, а часто и для вычислений, мы о них думаем иначе, как мы о них обычно думаем, но вот давайте посмотрим на классические типы, я не буду, конечно, напоминать, значит, конструкции исключительных типов, посмотрим на классические типы, как мы о них думаем, ну, мы о них думаем так, а значит, про АЛ, мы думаем, что это СЛ, Л плюс один, там, С, скажем, да, на С у нас все происходит, то есть просто, значит, алгебра, алгебра, матрица вот такой степени со следом 0, да, значит, то есть Х и Ж, Л, ну, я не стараюсь писать готические, Ж и особенно Л, кто хочет, может, поупражняться со структурой в Л, так, ну, извините, значит, след равен 0, так, вот мы хотим, что-нибудь в таком духе, такой-нибудь в таком духе иметь реализацию и афинных алгебр тоже, так, значит, ну, как мы думаем про остальные, про остальные мы примерно думаем так, значит, что это, скажем, СО, это, там, НС, но поскольку на С я не буду думать над тем, обратима двойка или нет, значит, я не буду различать Б и Д, так, значит, это Х из ЖЛНС, такие, что ХФ плюс ФХ транспонированное равно 0, так, где Ф, это вот такая матрица, ну, я мог написать, вернее, Ф маленькая, но не важно, так, ну, опять же, поскольку у нас, поскольку С, кроме того, не только характеристически не два, но и алгебрически замкнута, то я мог бы вообще написать любую невырежденную матрицу здесь, и у нас получилось бы все время одна и та же алгебра, но, конечно, мы привыкли писать такую матрицу, да, так, и симплексическая алгебра состоит из матриц, таких, что ХЁ плюс ЁХ транспонированное равняется 0, так, где Ё, это матрица такая, значит, 0, Ф, минус Ф, 0, ну, вот, Ф половинного размера, значит, степени L, вот, значит, а вы хотите, так, значит, locked inside называется, да, ну, вот, значит, вот мы как-то думаем в таких терминах, вот можем ли мы, ну, про, там, Е6, Е7, Е8, F4, G2, как многие из вас знают, мы могли бы их точно так же определить, но только не в терминах, не в терминах, там, билинейных форм, а в терминах, трилинейных форм, ну, опять же, поскольку, или четырилинейных, поскольку характеристика С не равна ни двойке, ни тройке, можно говорить честным образом про, я там не думаю о последствиях, про трилинейные или четырилинейные формы на каких-то модулях, так, и говорить, что это в точности там алгебры, сохраняющие, ну, в том смысле, в котором алгебра сохраняет форму, то есть, вот, в смысле выполнения и уравнения такого типа, ну, что здесь написано, все понимают, да, здесь написано следующее, вот у нас есть билинейная форма, так, на каком-то модуле, вот, и, значит, что значит, как они действуют на этой форме, как действует элемент алгебры Ли, но элемент группы действует на каждом аргументе, а элемент алгебры Ли действует на одном аргументе, значит, то есть написано вот такое уравнение, но это значит, что этот элемент Х сохраняет эту билинейную форму, а если бы форма была трилинейной, то соответствующие уравнения выглядели бы следующим образом, вот, ну, и так, немножко поупражнявшись, я бы вам написал, за какие-нибудь полчаса, так сказать, кубическую форму для, значит, Е6, там, какую-то форму для, так сказать, Е7, так, ну, и, скажем, смешанное произведение для Е8, тоже трилинейную форму, такую, что Е6 и Е7, Е8, вот в точности будут группами изометрий, но вот каких-то там трилинейных форм, или четырилинейных форм на каких-то пространствах, вот, значит, то есть у нас есть абсолютно конкретные модели, Настя, смешанное произведение, я это все время говорил своим американским коллегам, что у нас Е8 проходит в средней школе, поскольку Е8, это в точности, так сказать, алгебра, сохраняющая смешанное произведение в пространстве-разменности 248, где векторное произведение, это скобка Ли, значит, в алгебре Е8, а, да, значит, но поскольку скобку Ли, ну, но это Е8, это алгебра, которую нельзя определить, ни на чем более простом, чем она сама, и чтобы определить как-то Е8, нужно уже знать, что Е8 существует. Можно так, можно строить с помощью теории представлений, да, можно поисково строить по индукции, сказать, что мы построили Е6, а Е6 можно построить, знаю только классически, построили какие-то ее представления, используя это, построить Е7, а потом, используя Е7 какие-то ее представления, построить Е8, да, да, конечно, но там уже будет гардеробка, как вы знаете, длины 5, а не длины 3, и поэтому там формула сложнее, вот, но неважно, в любом случае у нас есть такие конкретные модели, кстати, об этом, обо всем я вот подробно рассказывал в своем спецкурсе, который записан на лекториуме, который назывался «Исключительные объекты в алгебре и геометрии», вот там просто все такого рода, ну, не все, но не в таких такой рода конструкции там рассказывали, вот, то есть для конечных алгебр ли, конечномерных, у нас есть абсолютно конкретные модели, можем ли мы построить такого типа модели для, ну, хотя бы для начала для афинных, ответ – да, и более того, вот эти модели для афинных, они были построены в самых первых работах, значит, Каца и Муди, так, а именно, они заметили, что вот та алгебра, которая задается соотношениями Сера для афинной, значит, алгебры, для афинной матрицы, обобщенной матрицы Каца и Муди, матрицы Картана, извините, та алгебра, которая ей соответствует, значит, она является одномерным центральным расширением алгебры, лупы алгебры, алгебры петель, так, и так, что такое алгебра петель, значит, конструкция афинных алгебр Каца и Муди через алгебры петель. Ну, на самом деле, тут мы немножко, в анализе алгебры петель называется немножко не это, там называется алгебра действительно функции со значениями там где-нибудь в окружности там или что-нибудь в таком духе, мы, конечно, рассматриваем алгебраическую соответствующую конструкцию, так, а именно мы рассматриваем следующее, вот пусть у нас, значит, итак, мы берем алгебру, отвечающую диаграмме Динкина, так, вот у нас и эта система корней, пи – это система простых корней, а диаграмма Динкина – дельта, да? Нас устраивает такое обозначение, да? Ну, тогда над всем этим можно поставить волну, так, вот это вот альфа-1, альфа-L, так, а, значит, пи с волной, или пи с чертой, я писал черту или волну, да? Здесь я бы написал черту, пожалуй, альфа-1, альфа-L, минус альфа, так, альфа-0, равная минус максимальный корень, волну, давайте волну, вот, ну, и давайте соответствующую диаграмму Динкина обозначим через дельта с волной, вот, и мы хотим построить, значит, афинную алгебру, отвечающую, отвечающую, не, отуиста, то есть, отвечающую расширенной диаграмме Динкина системы корней обычной, конечной системы корней, вот, она строится так, вот, пусть у нас эль, это алгебра Али над С с системой, корней фи, сферической, то есть, мы считаем, что мы, значит, алгебры Ли конечной, конечномерной, уже умеем строить, так, вот, как из нее построить алгебру Кацо-Муди с вот такой вот системой, с такой диаграммой Динкина, так, это делается так, вначале строится то, что называется алгебрей-клуп-элгебра, алгебраическая алгебра петель, так, это вот же такое, это берется тензорное произведение, ну, на С, естественно, все тензорные произведения, значит, на С, с алгеброй многочленов Лорана, так, вот это многочлены Лорана, от одной переменной, от одной переменной, значит, на С, вот берется вот такая алгебра, так, ну, значит, как на ней задается структура алгебры, ну, вот следующим образом очевидным, если у нас есть два многочлена Лорана, так, есть два элемента алгебры, значит, то мы, ну, естественно, у нас все билинейно, поэтому достаточно задавать на разложимых тензорах, правда? Так, нам нужно определить скобку Ли, вот, для двух разложимых тензоров, правда? Any conjectures? Что можно делать с двумя многочленами Лорана? Перемножить. А что можно сделать с двумя элементами алгебры Ли? Можно, в общем-то, перемножить. Ну, да. Вот. То есть, никаких других гипотез здесь просто, значит, быть не может. Так, значит, то есть, вот та алгебра, которая здесь возникает, это алгебра, значит, полиномиальных отображений из единичной окружности в алгебру Ли. Из единичной. А? Одномерный. One dimensional. Да, из окружности, circle one, значит, одномерной сферы. Вот, здесь очень существенно, что полиномиальных отображений. Потому что, если бы мы взяли всех там дифференцируемых отображений, то то, что мы получили бы, было уже центрально замкнутым. там функций многовато. Вот. А то, что мы получим здесь, будет иметь еще, так сказать, универсальное центральное расширение, одномерное. вот, значит, ну вот, и дальше все определяется обычным образом. Так, ну вот, форма киллинга у нас, значит, мы знаем, как определяется форма киллинга. Так, и теперь мы можем определить, значит, на этой алгебре, ну вот, обычная форма киллинга, это что такое на алгебре? Это, значит, след произведения, сочетательства, присоединенных дифференцирований. Так, а теперь мы хотим определить, чему равна F тензорной X, Y тензорной Y, F же тензорной Y. Так, значит, чему это равно? Ну, что мы хотим получить? Мы хотим получить многочлен Лорена. Так, значит, что можно сделать с двумя многочленами, чтобы получить многочлен Лорена? Взяв многочленами Лорена. Свернуть? Ну, свертка это и есть умножение, перемножить. А что можно сделать с двумя элементами алгебры Ли, чтобы получить элемент алгебры кольца многочленов Лорена? Ну, рассмотреть скобку Ли. Форму Киллинга, да. Форму Киллинга. Значит, получится многочлен Лорена. Так, значит, где? Нет, 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 это не Т. Т, буква Т. Ну, Т указывает, что у нас Т не Т не убирается. Мало ли, что можно делать, может, мы хотим, значит, построить скалярное произведение, которое, вот, значит, хорошо, что нам еще понадобится, значит, что еще можно делать с элементами этой алгебры, алгебраических петель. Ну, понятно, что там есть дифференцирование по Т. Так, как оно действует, чтобы было дифференцирование, да. Так, из СТ, Т-1, тензор на Л, в СТ, Т-1, тензор на Л. Так, и, значит, кроме того, на кольце многочленов есть вычет. Так, это отображение из кольца многочленов Лорана в комплексные числа, которые сопоставляют многочлену Лорана коэффициент при, так, ну, да, я напишу А-1, и вы все, мне не нужно писать левую часть, правда, да? А, я напишу левую часть. Так вас устроит? Вот, значит, есть вычет. Так, значит, отлично. Ну, а теперь, значит, сделаем вот что. Да, вот это алгебра, а сейчас мы построим к-цикл. Так, сейчас мы построим к-цикл, а именно рассмотрим следующее отображение. значит, значит, то есть, на самом деле, вот, в первом приближении алгебра Каца-Муди афинного типа, это вот эта алгебра. вот с той структурой, которую мы сейчас определили. Так, это симметризуемое. полиномиальных функций. Да, потому что на самом деле Са, кольцовный гащеный слоган, это кольцов функций комплексных. полиномиальных функций. Да, так я, по-моему, это примерно сказал, нет? Вы сказали, да. Мне казалось, что я сказал, да, что, значит, если бы мы рассматривали не полиномиальные функции, а произвольные, то их было бы слишком много. То есть, обычно, физики, конечно, когда они говорят про алгебру петель, они рассматривают произвольные гладкие функции. не только полиномиальные. То есть, это алгебраическая алгебра. По-английски это называется loop algebra. Но это либо, ну, либо что-то, похожее на это, называется loop algebra. вот, значит, давайте построим, построим, вот что. Определим отображение ν. Так, как-нибудь ее одной буквой обозначить? л от т т в минус первой? Вот так, да? Отлично. А, ну, л волны тогда не надо. У нас волна еще будет. Значит, л т, л т в c отображение зададим следующим образом. Значит, мы хотим узнать, куда пойдет, вот, так сказать, пара, значит, разложимых тензоров. Но опять же, мы хотим что-то беринейное определить. Значит, так вот, значит, отобразим это в следующее. Значит, в вычет д ф по д т значит, так, чего там тензор на икс, ж тензор на игрек, Правильно, да? Это имеет смысл, да? это, да, это, это, конечно, многочлен Лорана, и мы смотрим на вычет этого многочлена. Вот, так вот, значит, сейчас, подождите, значит, вот, потому что это все равно будет. потому что берется вычет, поэтому, да, потому что мы берем вычет. Вот, значит, ну и тогда эта штука, она кососимметрична, так, значит, и эта штука удовлетворяет вот следующему уравнению. Значит, тогда один, ню кососимметрично, и второе, значит, ню удовлетворяет следующему уравнению. Так, и здесь нам нужно уже три пары букв. Так, но тут пока еще мы можем продолжить F, G, мы можем продолжить третьей буквой, и X, Y тоже можем продолжить третьей буквой. Значит, следующему уравнению, ню, X, F, тензорно, X, G, тензорно, Y, H, тензорно, Z, плюс ню, значит, G, тензорно, Y, H, тензорно, Z, опс, сори, значит, F, тензорно, X, ну, это называлось уравнением точистом Yacobi, но теперь это называется уравнением 2K цикла. Значит, ню, H, тензорно, Z, F, тензорно, X, G, тензорно, Y, равно 0. Так, ну, и как тут, так сказать, кто там писал Calculate и ставил восклицательный знак. Понятно, да? То есть, значит, доказывается посредством вычисления. Вот, а теперь давайте определим следующую алгебру. Определим алгебру L с крышкой, равную LT, которая полупрямо действует на одномерном пространстве. Значит, C это центральный элемент. Так, значит, C это центральный элемент. Вот, а теперь, ну да, я, значит, мы продолжили, но, собственно, можно определить nu, nu, f, g, это будет просто df, dt на g, да? Вычет. прям, если ребят центральный элемент должен коммутировать? Если центральный элемент коммутирует полупрямост нечто прямое? Нет, потому что это действует нитривиально. Вот, в том случае, что он совсем коммутирует. но это не является подалгеброй. Это является фактором алгебры. Так, мы хотим определить, значит, f тензор на x, g тензор на y. Но вот у нас было уже какое-то определение? у нас оно перестало устраивать. Так, и вот тогда вот это тождество ровно утверждает, что для этой скобки новой выполняется тождество якобы, правда? Что для этого оно и так выполнялось, а для этого оно теперь выполняется. вот это вот и есть то, что алгебра, которая построена, это и есть афинная алгебра коциям мудри теорема значит для значит для как это называется значит мы берем конечную систему корней и берем матрицу картана вот не ее, а расширенная матрица картана, правда? значит для матрицы А которая является расширенной матрицей картана системы корней конечной системы корней алгебра кациям муди построенная с помощью теоремы сыра изоморфно 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 вот этой вот крышкой которую мы построили сейчас то что мы сейчас построили это конкретная абсолютно такая значит модель вот алгебры нескрученные алгебры кациямуди афинного типа так то есть понятно да ну и на самом деле понятно что центральный элемент он как бы мало на что влияет то есть это значит что фактически когда мы производим вычисления мы можем все вычисления проводить просто вот в этой алгебре в алгебре льты понятно да так то есть мы значит там на все что происходит можем смотреть там вот теперь ну хотя не совсем потому что на самом деле c у нас добавляет так что начинает различаться на c что раньше не различалось центральное расширение впервые появилось для алгебры вирасура то есть алгебра вирасура это алгебра витта вот центральное расширение алгебры витта w1 но бесконечные алгебры витта да 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 ну да да значит алгебры витта но конечные алгебры витта таких расширений не имеют а бесконечные имеют расширение которое одномерное которое называется алгебра вирасура Вот, но там существенно и там, и там, что это именно полиномиальные векторные поля, что это не произвольные функции, да, а многочлены. Вот, значит, ну давайте посмотрим немножко на то, что здесь происходит, но на пару примеров так более конкретно посмотрим. Чтобы понять, значит, как же там устроена, как там устроена система корней, то есть, значит, что там происходит. Ну вот, во-первых, видно, что в этом случае, скажем, давайте возьмем чего там, возьмем самый простой случай, который есть, потому что уже для этого случая картинка будет двумерная, а трехмерные картинки рисовать существенно сложнее. То есть, здесь же ранг плюс один, правда, да? Так, значит, посмотрим на вот SL2C со штучкой. Так, с домиком или как это называется, да? Так, значит, что это такое? Ну вот это мы взяли SL2, умножили на алгебру многочленов Лорана на С. Так, и потом еще взяли действие на, значит, одномерном пространстве. Так, ну вот если я себе это правильно понимаю, то, значит, то, ну я-то обо всем, об этом думаю, конечно, с точки зрения группы, а не с точки зрения алгебры, то есть я это понимаю себе иначе, конечно, всю, совершенно внутренне. Но давайте думать о том, как, так сказать, как мы должны это здесь понимать. Значит, здесь мы должны понимать так. Ну вот что является под алгеброй Картана здесь, где живут обычные сферические корни? Так, ну под алгеброй Картана здесь она порождается вот такой вот матрицей, правда? Так, значит, ну как вот у нас, что такое система корней SL2? Это вот два корня такие. Так, значит, и два корня, вот это корень альфа-1, так, а это внезапно корень альфа-0. Потому что альфа-1 равен максимальному, да, альфа-0 продолжен к максимальному, так, то есть вот у нас, значит, два корня, которым отвечают, значит, два, две матрицы корневых. Так, ну вот это вот, это наши конечные, давайте я не буду писать, так, напишу минус альфа-1, значит, это вот такая матрица. Так, значит, а дальше, а дальше, значит, что? Ну вот их коммутатор, это то, что у нас было Е1, а это то, что было F1, а это то, что было H1. Правда, да? Вот, значит, но теперь у нас алгебра Картана должна стать больше, правда? Так, то есть я, значит, знаю ответы, я знаю, как он, этот ответ объяснить с точки зрения, с точки зрения групп соответствующих, но к этому мы еще не перешли, я группу не определил, поэтому мне нужно смотреть на то, что здесь происходит. То есть ответ выглядит, ответ мы видели вот в докладе Сережа, ответ выглядит таким вот образом, это, так сказать, вот альфа-1, это альфа-0, так, вот у нас, значит, они размножились, и они, за счет чего они могут размножиться? Так, значит, ну вот это, как мне кажется, не должно влиять, правда, Настя? Как вы считаете, от чего они могут размножиться? То есть, значит, я-то знаю, как выглядят соответствующие корневые элементы, они выглядят так, значит, здесь он будет 0,1, 0,0, а здесь будет, значит, 0,0, T0. Ну, здесь, соответственно, значит, противоположный будет выглядеть так, 0, где, 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 нам нужен второй элемент, нам нужна двумерная, нам нужна двумерная под алгебра Картана. Так вы кого хотите, H-1, H-1, H-0? Я хочу H-2, ну, H-0, да. Я попишу, что это минус H-1 плюс C. H-0 равно минус H-1 плюс C, да? Ну, хорошо, то есть C должна участвовать, да? Сейчас, как это получилось? Значит, я знаю, что корневой элемент здесь должен выглядеть вот так вот. Ну, а здесь, соответственно, обычное отражение, здесь оно степень не меняет, правда? Здесь 0, 0, 1, 0. Так, да? Поэтому, значит, отражение отсюда этого корня будет 0, T, 0, 0. Да, и это похоже, Даня, на то, что вы сказали, потому что, когда мы посчитаем коммутатор, это возьмем производную, получится единица, умножим на T в минус первой, получится T в минус первой. И это ровно значит, что вот возникнет коэффициент 1 при вычете. Вычет 1, правда, да? Похоже, похоже. То есть технология... Так, то есть вот это вот альфа-1, так, это отвечающий ему корневой элемент. Вот в первой части, да? Понятно, да, что такое первая часть. Это матрица со следом 0 над кольцом многочлена Флорена. Так, и нас интересует то, что отвечает вещественным корням, это будут, ребята, нельпатентные вещественным корням. Так, то есть вот, значит, отражение этого корня относительно вот этого, это будет вот этот корень, вот такой. Отражение этого корня относительно вот этого корня, это будет вот этот корень. Так, но все поняли, что там будет. Что там будет? Значит, Т-квадрат, да, Т-квадрат наверху. Правильно, да? Нет. Снизу. Т-квадрат снизу. Ну да. Да, а следующее будет, значит, Т-квадрат сверху. И так далее. Так, ну и вниз, соответственно, то же самое. Так, ну это вот те корни, которые, значит, называются вещественными корнями. Так, на самом деле, там же, посмотрите, есть еще такие, ребята, там есть ребята, которые имеют такой вид. Т в степени М, 0, 0, Т в степени минус М. Чего? Минус в степени. Это все-таки, значит, корни не располагаются вообще, говоря, в однамерном пространстве? Или нет? В однамерном пространстве? Нет. Нет. Да, в смысле, а они... Нет, у нас вот это вот ранга 1, а это ранга 2. Ну, если вы помните, мы рисовали, там она по-разному рисуется, но, значит, смысл такой, да. Сколько они живут, где они живут в пространстве? Ну, не ваш. Ваш плюс добавлено C. Да. Ну, как мы видим, да. Да, хорошо. И здесь еще... Так, то есть H порождается... Значит, H порождается H1 и C. Хорошо, так. И вот это вы нарисовали, это же само двумерное пространство, да? Это я нарисовал, это, да, но я нарисовал, значит, двойственное пространство, но я написал не корни, а написал соответствующие корневые элементы. Почему-то боюсь, если бы вы сейчас здесь, ну, 8S, альфа-1 и альфа-0, если оказалось бы они... Ну, у меня же это H1, а H1, а H2. Это двойственное. Это двойственное к ним. Да, двойственное... А, двойственное сейчас. Да. Двойственное к ним. Сейчас, сейчас все-таки, почему альфа-0 и альфа-1 нарисованы вот так вот, вот так вот, почему они не являются... А? Почему они не являются, значит, обратными друг другу, а нарисованы к ним независимыми? Кто, кто, кто? Альфа-0 и альфа-1. Альфа-0 и альфа-1, потому что они являлись. Они являлись по отношению к этому Пока мы не умножили на это И не ввели дополнительный А теперь они перестали являться Потому что С их различает Потому что С их различает Потому что Когда мы посчитаем Вот у этого мы получим вычет 0 А вот у этого мы получим Вычет Вычет единицу Это элемент ваш Такое что пространство Собственное пространство Оно не нулевое Собственное пространство не нулевое Ну да Давайте вспомним У нас были корни Вот n штук Мы рассмотрели решетку Корней Целочистную Которая натянута на эти корни Наша алгебра Л со штучкой Ну или какая-то Как мы ее обозначали Значит она Допускает Градуировку По Значит всем Альфа и Ску Так Эти альфа живут В пространстве Двойственном К алгебре Картана Так По альфа и Ску Где Значит Л альфа Где л альфа Определялась так Это Значит Х Из Л со штучкой Такие что Для любого Аш Из Аш Аш Икс Равняется Альфа От Аш Икс Вот как-то так Правда Да Вот Значит И Корни Это то Для чего Это не равно нулю Так Альфа корень Значит Если Вот Л альфа Не равно нулю Но они стали другими Совершенно Потому что Там у нас было Одномерный Там были проекции Этих корней Там были проекции Этих корней На диагональную ось Там мы Значит Ну что На какую Вот Чего Вот На эту ось Значит Там У нас На какую Или вот на эту А? Нет На эту ось Мне не нравится Потому что Там у нас появится Много вещественных корней А? На эту ось Корни Это проекция На эту ось То есть Вот два корня Вот один И вот второй А вот это ось Это ось С Чего? И как Со центральной По жизни Как Старая машина Теперь Другая Олгебрическая структура Другая Олгебрическая Вот она Вот она Появился Дополнительный множитель Дополнительно Слагаем Это мы Только что Нарисовали Это проекция На Это проекция На вот эту Прямую Ну да Мы просто Назвали это Корнями Они по определению Линейно Независимы То есть Вот это А ось С Как идет В первом квадрате Ось С Вот так идет Да Ось С Вот так идет Как мы так Хитро Подумышли Множить Корневые Пространства И Реально Что Мы пока Еще Ничего Не множим Давайте Я Значит Определю Определю Вот что Определю Действие Определю Группу Велей Действие Ее на Корнях И мы Увидим Что Значит Она Определяется Так Вот У нас Значит Вот есть Решетка Корней Это Вот Общее Определение То Что Мы Сейчас Определяем Это Для Вообще Для Любой Да Значит Решетка Корней Так Значит Альфа Корень Если Значит Вот В этом Случае У нас Н Равно Двум В этом Случае Н Равно Двум Так То есть У нас Все Должно Быть На Решетка Корней Двумерная Вот Она Жетка Корней Это Вещи С Значит Как Действует Как Определяется Отражение Отражение Определяется Так Сейчас Я напишу Просто Значит Формулу То есть Отражение Вначале Определяется Относительно Простых Корней Относительно Простых Корней Они Определяются Обычной Формулой Но Вот В которую Входят Коэффициенты Матрицы Картана Значит Как Вот Значит Каждому Корню Соответствует Отражение Которое Определяется Следующей Формулой Так Но я здесь Могу Перепутать И Йод Но Смысл Такой Но Это Значит Ровно Что Я Рассматриваю Двойство Контрградиент 10 Значит Вот Определим Р Р И Это Элемент Р Это Reflection Элемент Ж Л Ку Ну Который Изоморф На Ж Л Н З Который Определяется Так Мы Взяли Альфа Из Ку И Положили Р И Т От Альфа Равным Альфа Минус Так Ну Это Отражение Отсет Значит Отражение Ну Фундаментальное Отражение Относительно Относительно Альфа И Значит Минус Так Что Здесь Должно Быть Здесь Должно Быть 2 Альфа Альфа И Делить На Альфа И Альфа И А На простом Корне А И Ж Альфа И Правда Я правильно Написал Ну Либо Так Либо Так Кто Помнит А И Ж Равно 2 Альфа И Альфа Ж Делить На Альфа И Альфа И Правда Ну, либо так, либо наоборот. Понятно, да? Так, значит, ну, во сколько это базис решетки, то тем самым мы задали действие на решетке. Так, да? И, значит, и теперь мы определяем, значит, действие, определяем группу Веля как группу, порожденную R1, Rn. И это сразу группа действует на решетке Q. То есть, иными словами, это подгруппа В, подгруппа В, Ж, Л, К. Вот, и вот то, что здесь делается, здесь делается, значит, да, и, 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 если у нас есть корень, то отражение этого корня при помощи элемента, при помощи фундаментального отражения, образ этого корня подействия фундаментального отражения, снова будет корня. Так, ну, давайте обозначим через φ систему корней. Значит, φ – это множество всех корней. Всех. А что мы сейчас глобально хотим сделать? Мы глобально хотим посмотреть, как выглядит система корней здесь, например. А потом понять, да, потом понять, какие из этих свойств являются общими. Так, значит, φ – это система всех корней, то есть, значит, φ – это вот что такое, это α из H со звездочкой, такие, что Lα не равно нулю. Это система корней. Норма тоже считаем корень в ноль. Да, конечно. Нет никакого основания не считать ноль корнем, после того, как мы будем считать корнями то, что проецируется в ноль, понимаете. Вот минимум и корни – это те корни, которые для финных алгебы проецируются в ноль, когда мы отбрасываем, понимаете, да, лишнюю размерность и смотрим на афинную честь. Так, значит, вот эта система корней, и я только что заметил следующее, что W φ, вот для любого W, маленького из W, W φ содержится в φ. Чего? Ку – это решетка, а φ – это подмножество. Потому что, так, ага, я понял ваш вопрос. Так вас устроит? Ну да. Ну ладно, вопрос это не снимает, зачем мы сделали переобозначение? Это не переобозначение. Ку – это решетка. Ку – есть какая-то структура. На Ку – корни – это те элементы, для которых L α не равно нулю. Сумма двух любых элементов К снова является элементом К. Необязательно двух корней является корнем. Лучше писать вместо α, Ку – α, φ, да? Ну да. Вот. Значит, ну вот, под действием любого отражения фундаментального корень переходит в корень. Так, ну вот теперь начинаем смотреть. Значит, какие корни у нас заведомо получатся? У нас заведомо получатся все вот целочистные точки на этих прямых. Почему это крайне верно, что корень приходит в корень? У нас заведомо получатся. О, это называется теория представления SL2. Это доказывается. Это, ну это ровно, так сказать, это доказывается ровно точно так же, как в конечном случае. Ровно точно так же, как в конечномерном случае. Так, а как в конечномерном случае? В конечномерном случае так, мы смотрим на подалгебру, порожденную, так, ну сколько у нас там образующих, отвечающих, ЕИТ, ФИТ, ну и там можно брать, а можно не брать АШИТ. Ну АШИТ, я привык, что полагать АШИТ равным ЕИТ, ФИТ, да? Так, то, что называется SL2 тройка. То есть в SL2 они выглядят так, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 и 1, 0, 0, минус 1. То есть это базис SL2. Так, вот каждому простому корню отвечает такая тройка. Правильно? Вот, а значит теперь... А теперь мы смотрим, как эта копия SL2 действует на... Ну и тогда известно, что она действует без пробелов, что, так сказать, понимаете, да, что... Так, как устроены конечномерные представления SL2 известно, а представления конечномерные в силу соотношения СР. Понятно, да? Вот соотношение СР ровно говорит, что это будут конечномерные представления. А как они устроены известно, и вот ровно это доказывает, что... Это доказывает, что вот эта штука будет корней. Ну а дальше мы, так сказать, продолжаем таким же... Ну смотрим на то, что взяв любую комбинацию, мы можем проделать ее сами. Паша, это ровно точно так же, как доказывается... Как доказывается то, что система корней алгебры Ли является системой корней в обычном смысле. То есть это ровно теория представлений SL2, ну вот кусок структурной теории конечномерных алгебр. Ровно такое же доказательство. Вот, значит, и что это значит? Ну вот в этом случае это значит, что... Как у нас выглядит отражение? Ну вот отражение отсидно корня альфа-1, оно... Каждый корень сдвигает вот... Либо на, так сказать, два влево, либо на два вправо. Отсидно корня альфа-0, либо на два вверх, либо на два вниз. Если на этой прямой, то на два вверх, если на... На этой прямой, то на два вниз. Ну, соответственно, на этой на два вправо, а на этой на два влево. Так? Понятно, да? А это я опишу соответствующие корневые элементы в... В алгебре... Вот в алгебре SL2C с крышкой. Но вот на самом деле фокус тут состоит в том, что это будут не все корни. Это не вся система корней. Там для чего-то еще будет ненулевое пространство. Для чего? Ну, заведомо вот для нуля. Для нуля. Нулю отвечает что? Ну, понятно. Нулю отвечает вот этот парень. Так? Но на самом деле вот есть тут у нас еще вот такое. И что этому отвечает? А этому отвечает вот этот парень. ТТ минус Т. А этому отвечает... Т минус 1 минус Т минус 1. Там же должно быть два... Они же все двумерные должны быть, да? Ну понятно, у нас есть такая Е и Т, Ф и Т. И такая Е и Т, Ф, да? Да. Ну значит, сколько от таких и сколько от таких? Так, и что? Они двумерные все? Нет. Только потом... Кто? Кто, 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 кто? Остался отвечающим им корнем. А, да, они должны быть двумерными. Да, 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 да. Потому что здесь сюда попадает и H1, и С, да, сюда тоже... Да, 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 да. С туда не может, да. Но туда тоже что-то попадает, да. Ну вот у нас есть вот это тоже 0, 0, Т, 0. Коммутируем с 0, Т минус 1, 0, 0. И получаем... Получаем Т минус Т. И что-то еще мы должны получить? Бывает Т минус Т, бывает 1 минус 1. И они все в одном. Они оба... 1 минус 1 сюда попадает? Да. Так, понимаете, понимаете, сейчас, сейчас, значит, Даня, дело в том, что, значит, пространства, отвечающие вещественным корням, одномерны. Но это не значит, что пространства, отвечающие мнимым корням, не могут быть одномерными. Они, значит, могут не быть одномерными. Да нет, я понимаю, да. Ну, нет, ну, покажите мне что-то дальше. То есть вы не говорите, что алгебра картана двумерна? Алгебра картана двумерна. Остальные одномерны. Остальные одномерны. Да. Да, алгебра картана двумерна. Значит, размерности 2. Это алгебра картана. А остальные одномерны. Если вы мне скажете, что вы видите сюда, попадающие, кроме вот этого, что там еще есть? Нет там больше ничего, конечно. Вот здесь квадрат, t квадрат минус t квадрат, здесь минус первое, минус t минус первое, здесь минус второе. Как-то так я это вижу, я не понимаю. По-моему, они все одномерные. Но вот есть принципиальная разница между вот этими корнями, эти корни, это вещественные корни. И вот этими корнями, которые являются мнимыми. Так, так что ж такое вещественные корни? А вещественные? Что это означает, вещественные мнимые? Вот сейчас я скажу. Значит, для симметризуемых это означает просто, что скалярный квадрат положительный или неположительный. А в общем случае означает вот что. Вот у нас группа вея действует на, значит, действует на решетке корней и действует на системе корней. Так, но, значит, в случае обычных конечных систем корней, в сферическом случае, значит, каждый корень, как известно, лежит в орбите какого-то простого корня. Так, значит, а в случае не сферическом, уже в афинном случае, не каждый корень лежит в орбите, значит, простого корня. То есть, множество вещественных корней. Так, где писать вещественные? Я пишу снизу, чтобы сверху ставить плюсик и минус. Так, значит, ну да, вот мы с вами уже обсуждали, мне кажется, что обсуждали, что каждый корень является либо положительным, либо отрицательным, либо нулем. Такое, что альфа 0 и альфа 1, это элементы H созревать. Такое, что альфа 0, альфа 0, альфа 0, альфа 0, альфа 0, это да, или как? Такое, что? Чего, чего? Ну, как? Действует на H. Ну, действует, значит... Так, а чем порождается H? H порождается H1 и C, да? Правильно, да? Ну, так, значит, отлично, значит, это значит, что в альфа 0 задействовано C. В смысле, что альфа, сейчас, что альфа 0 от C это 1, альфа 0 от H1, это 0, или как? Альфа 1 от H1, это 2, альфа 1 от H0 это 0, ну а соответственно, значит, альфа 0 от H0, от H1 это 0, но альфа 0 от H0 это 2. Сможем мы построить такую? Да, нет, ну теперь кажется, что если взять и начать H0 действовать на E альфа 1, и H1 действует на E1, то получится 2 и минус 2. Нет? Нет? Ну, вот, если мы проверим, вот это H0 и E1, H1 и E1. Так, значит, сейчас, сейчас. Я хочу проверить, я хочу сказать, что вот это вот, вот это вот у меня E1, а это у меня E0. То есть, эта картинка утверждает, что коммутатор H0, а вот это вот F1, а это F0. Утверждаешь, что коммутатор H0 и E1, 0? Чего? Значит, коммутатор чего? Ну, вот сейчас. Значит, посмотрите, значит, E1, F1 равно H1. E, значит, 0, F0 равно, ну, считайте, прокоммутируйте вот это вот, это будет H1 по-прежнему, минус. Ну, теперь здесь у нас появился вычет. Да, 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 да. Плюс C. Да. Нет, я... А это было H0, как вы сказали мне. По-моему, все правильно. Да, нет, но... Так, еще раз, значит, вот давайте я рисую конкретные матрицы. E0, значит... А что? E0 вот этому равно... F0 равно вот этому. E1 равно вот этому. F1 равно вот этому. Что вам не нравится? Мне не нравится, что если прокоммутировать H0 и E1, получится минус 2E1. Коммутировать H0 и E1. Ну, то, что C центральный. Это должно быть не 0, не устроить. Там же открытый какой-то... Где? Вот, где мы писали 2,0,2. Да, на матрице. Вот это вам не нравится, да? Это как раз правильно. Нет, не стоит внести. Если взять, поставить сначала на картинку, а потом сюда, и... То лучше противоречить. Противоречить, да. Вам с картинкой вам не нравится? Да. Что вам на картинке не нравится? Картинка утверждает, что E1 лежит в корневом пространстве, соответствующем альфа-1. То есть, давайте попытаемся прокоммутировать H0 и E1. Пользуемся формулой внизу, говорим, что это альфа-1 от H0. H0 у нас вот что, да. H0 это вот эта матрица плюс C. Если коммутировать с E1, то это не будет альфа-1 от H0 на E1. Потому что альфа-1 от H0, а H0 будет минус 2, да? Потому что это... Так это и будет минус 2. Что же это? Но вы-то пишете, что альфа-1 от H0 это 0. А, вот с этим не сходится. Да, минус 2 тоже. Потому что матрица картана минус 2. Черт, ну... Так, теперь сходится? Да, сходится, но... Матрица картана. Ну альфа-1 и альфа-0 идейно зависимы. Черт. Ало! Ну честно, смотрите. Они... Они... А, ну просто они не действуют. А, на цель они не действуют, да? Да, подожди, да. Я это перестал, понимаешь, что такое... Да, 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 да. То есть, они действуют на C. Потому что если они не действуют на C, то, конечно, они не зависимы. Потому что, например, на простанте второго оба заваляют один тот же вектор, а должна быть не независимая. Матрица вырожденная. Да. Это ровно и написано. Матрица вырожденная. Матрица ранг, а единица. Ранг у матрицы единица. Да. То есть действие у них одно и то же, никакого противоречия нет. А, значит... Так на C, вот, на C никак не действует, потому что ранг единица, а не два. Матрица два на два, а ранг единица. Что мне нравится? Я понял, да. Нет, ну, конечно, я рисовал матрицу карты. А мне не нравится, что, значит, если они как функционалы, получается, они независимы. Один равен в другом, как функционал, он наш. Вот мы, вот, написано, что ранг в зависимости, мы начнем функционалов, наш. И, конечно, как какой-то элементаж звездочкой, да? И, независимые, и действия, наш. А, сейчас, 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 сейчас. Значит, вот, поэтому я и писал нули, потому что я должен был брать двойственный, значит, сейчас. Да нет, 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 сейчас. Значит, альфа это просто, так, у нас, с чего мы стартовали? Там мы стартовали, значит, ну, давайте нужно вспоминать, что мы определяли. Значит, мы определяли аж, что там, аж, пи или пи, 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 чек, да? Ну и пи, пи чек были двойственными или просто двойственными? Нет, нет, это были просто какие-то линейные пространства. Нет, какие-то базисы были. Не базисы, а линейные независимые системы. А в альфа-чек переходили. Да, да, да. Были какие-то... Нет, ну, значит, то, что вот это так, это мы уже, так сказать, вроде бы выяснили. Правда, да? Так, значит, когда мы посчитаем коммутатор, то мы посчитали, что получится минус h1 плюс c, да? А здесь, когда мы посчитаем коммутатор, то получится h1, правда? Это-то в любом случае. То есть вот это... Это и будет то, что порождает все. То есть дальше уже... Размеры стяж должны быть больше, чем количество корней. Да, размеры стяж должны быть больше, чем количество корней. Больше, чем... Это было одно из условий там, на раме. Да. Да, так получилось, что корней 2, а это для нас h2, а адреса выждена. Так, значит, что у нас там было? Значит, реализация. Значит, матрица. Ну, нужно вспоминать, значит, вспоминать, значит, как реализация выглядела. В пространстве какой размере должна быть реализация? Значит, разность... То есть в трехмерном пространстве вообще. В трехмерном пространстве должна быть реализация в трехмерном пространстве. Ранг 1, это значит, что в трехмерном пространстве 2 линейно-независимых вектора, так, а ранг 1, да? А что такое будет это трехмерное пространство? Я так сразу не понимаю, что такое будет это трехмерное пространство. Мы пока только два увидели, да, вектора, которые коммутируют, да, и действуют полупростым образом. Нет, ну, та же самая книжка, по которой мы считали, пишут, что вот надо взять, переписать справа 0,1 столбик. Ну, вот, реализация, это H, два вектора в H со звездочкой, и два вектора в H такие, что они действуют друг на друга, понятно как. Так, надо взять матрицу 2 на 3. Да. Вот наша плюс столбец 0,1. Вот наша матрица Картана? Да. В качестве альфа-1, альфа-2 взять координатные функции первых, ну, вот, просто первые две координатные функции, в качестве альфа-1 чек, альфа-2 чек, взять первые две строчки. Первые две строчки. Это элементы H. Она не была в линейной визу. Они не будут линейно-зависимы, потому что есть единица получена. Ну, тогда... А, и это ровно то, что отвечает С, да? Да, верно. Да, это ровно то, что отвечает С. То есть это минус предыдущее и плюс С. Аж не обязаны порождать пространство. Корни не обязаны... Да, да. Корни не обязаны порождать пространство. Не, ну, корни выглядят так, как я нарисовал. То есть вот корни выглядят вот таким вот образом. Они сидят на трех прямых. Нет, не корни, а... Я еще не договорил. Корни выглядят так. Корни – это целые точки на трех прямых. На этих двух прямых сидят вещественные корни, а на этой прямой мнимые корни. И когда мы берем проекцию в конечный случай, то у нас вот остается три корня. Один корень, второй корень и ноль. Эти два корня противоположны. Еще раз, еще раз. Это не... Это не... Да, это... Значит... Потому что... Потому что... Они раз... Так, вот то, что я рассказывал вначале... Да, нет? Это ответ на ваш вопрос. То есть, то, что я сказал вначале, там поэтому и бралась другая алгебра. Там бралась алгебра, которая под алгеброй Катана была на единицу больше. Там бралась алгебра. Ж, Л, 2, вот с этой штукой. Но нас это интересует только С, Л, 2. То есть, мы смотрим на... В реальности только на ту часть, которая порождается корнями. Вот она. То есть, альфа 0... Ну, посмотрите, соотношения верны, которые... И соотношения С, Р, проверяются. То есть, вот соотношения. То есть, независимо за счет функционала, а за счет того элемента, который ушел при коммутанте коммутанта, да? Ну, да, да, да. За счет того, который исчез. Который не появляет... Который не сидит в коммутанте. Именно ровно так, да. И нужно... То есть, нужно выбирать дополнение... Вот к этой алгебре Картана дополнение какое-то. Которое порождает всю, так сказать, большую алгебру Картана, который задает реализацию матрицы, да. Вот ровно так. Так, но нас интересуют только корни. Корни, вот они и написаны. То есть, вот корневые элементы. Так, ну а теперь поупражняйтесь. Точно так же посмотрите на СЛ-3 со штучкой. Так, но посмотрите, там должно быть 6 корней. То есть, когда мы возьмем проекцию вдоль прямой порожденной С, там будет 6 корней. Все увидели уже, да? И 0. Понятно, да? Так, значит, там появляется еще одна размерность. Эта размерность указывает на то, вот какая степень Т стоит на каком месте. Ну а теперь посмотрите, как соответствующие отражения будут, кого куда переводить. Так, значит, да. Что такое вещественные корни? Вещественные корни – это вот что такое. Это, значит, это образы простых корней, фундаментальных корней под действием группы В. Вот, и вот вещественные корни уже, 0 не является вещественным корнем. Так, верим мы в это, да? Но W… Да. Верим. Значит, то есть вещественные корни уже являются либо положительными, либо отрицательными. Мы выбрали вот этот базис, да, и потом подействовали… Но мы же у нас базис был с самого начала, у нас как бы… Да, да, да. И групповые ли это? Да, да, да. Этот базис, я пишу альфа, но я должен был написать… Как мы писали с самого начала? Мы писали аж один. Как мы подозрели базис в первый раз? Альфа один, альфа один, да? Так мы обозречали, по-моему, да, двойственный базис, правда, да? Базис простых корней, да? Да. Ну да, да, мы так и писали. Вот. Ну да. Понимаете, я, значит, дело в том, что я сам смотрю на группы, конечно, а не на алгебры, поэтому мне думать об этой экстроразмерности, я вообще думаю не об этих элементах, а я думаю о… Ну все понимают, что для меня вот этот элемент, этот элемент, у него еще стоит здесь, не его, а его экспонента, у которого здесь еще две единички стоят. Ну и здесь две единички. А теперь я взял и, так сказать, посмотрел там, образовал обычную формулу для этих вещей, которая сдает там дубль в альфа один. Так, и получилось вот, во втором случае получилась вот такая матрица, а в первом случае получилась вот такая матрица. Значит, что там? Минус T минус первый, так, ну и дальше я смотрю, как эти матрицы коммутируют с этим, вот они и задают на корнях отражение, то есть, если в группу смотреть, ну мы будем смотреть на группу потом, как раз, а не на алгебру. А в алгебре вот вполне, я, по-моему, написал корневые элементы, я не вижу противоречия для них здесь никакого, по-моему, все сходится, все формулы сходятся, и матрица картана такая, как надо. Правда, да? Ну, по-моему, все сходится. Вот, значит, ну вот, и в этом случае, да, мнемые корни, это все остальное. То есть, мнемые корни, это, значит, фи минус вещественное. То есть, мнемые корни, те, которые не являются вещественными. И вот в этом случае, в этом случае, значит, вот вещественные корни вот они, а мнемые корни вот они здесь. Так, ну а в общем случае, все поняли, что будет происходить. Для нескрученных. Разобраться со скрученным, это будет отдельное упражнение, как все понимают. Оно несложное, но, так сказать, так, значит, сказать вам, как по-народному делается это упражнение со скручиваниями. Ну, кроме G2. Кроме G2, оно делается так. Значит, вместо того, чтобы смотреть на многочлены Лориана от T и T в минус первой, смотрят на многочлены Лориана от... Так, кто догадается? Чтобы можно было скрутить. Нужно расширение рассмотреть, правда? Еще одну переменную? Нет. Ну, такую. Квадрат, который равен... Квадрат, который равен... T. Абсолютно правильно. Да, 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 да. Совершенно верно, да. А, вот Даня с Пашей уже должны понимать, о чем я сейчас говорю, правда, да? Значит, это ровно... То есть нужно взять вот это вот... Ну, там какое-то расширение, а потом там взять на элементы... взять элементы... Ну, взять то, что изменит соотношение длины корней. Ну, здесь-то корни одинаковой длины. Поэтому здесь ничего сделать нельзя. А для, значит... Для, скажем, чего-нибудь типа СП4... Так, для СП4 уже можно изменить, правда, можно изменить? Можно, можно? Ну, да, потому что, значит, одна будет вот такая... Так, одна будет какая? Что там было-то? Было вот так, да, и мы к короткому присоединили еще один длинный. Вот так, да, что ли? СП4 не информативно, да? Значит, СП6. Правильно, да? В таком духе, да? Вот. А потом брать и, так сказать, направление либо одной, либо двух менять. Это отвечает тому, что мы там меняем длины каких-то корней, но это значит, что мы берем там автоморфизм порядка 2 и берем неподвижные точки. Так. Вот, то есть... Что-то будем чередовать. То есть вот эта картинка выглядит так для афинных. Значит, вот у нас система Фи есть. Есть еще одна дополнительная размерность. И эта система Фи размножается. Так. И то, что сидит, значит, над, так сказать, вещественными корнями, будут вещественными корнями. И они обладают обычными свойствами. А то, что сидит над нулем, это, так сказать, будут, значит, мнимые корни. Так. И вещественные корни обладают обычными свойствами. Ну, вот я еще не определил, значит, симметрическую форму, но, значит, сейчас я боюсь, что у меня уже времени на это не будет. И я думаю, что в следующий раз я определю вот скрученный и определю эту симметрическую форму. Но после чего мы можем уже считать, что мы афинные случаи поняли. значит, поняли, что нам понятно, как, ну, в принципе, какая структура и можем пытаться начинать связывать какие-то группы. Значит, какие свойства корней? Свойства вещественных корней. Значит, теорема. Если альфа вещественный корень, значит, то, во-первых, кратность его равна единице, то есть, размерность L альфа равна единице, так, то есть, все вещественные корни им отвечают одномерные подпространства, вот базисы которых здесь написаны. Так, ну, да, базисные элементы в этом случае. Значит, второе, что, значит, вещественные корни, они являются, как это? Система корней приведенная, если единственными кратными корня, которые лежат в системе, являются, сам этот корень и противоположный. То есть, если альфа вещественный, то, и, значит, k альфа принадлежит φ, то отсюда следует, что k равно плюс-минус единице. Для мнимого корня мы тут увидели что-то такое вообще чудовищное, да? Мы увидели, что для мнимого корня а, просто все его сообщественные кратные тоже являются мнимыми корнями. Сейчас, вы хотите сказать, что размерность и альфа равна единице всегда для вещественного корня? Да. Да, да, всегда, потому что она равна единице для простых корней. Не показать. как? 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 Что ж вы говорите такое? Можно определить действие, ну, не w, а какой-то другой группы на алгебре и сказать, что там w со штучкой, ну, не важно, что это такое, от l альфа равняется l от w альфа. Как-то равняется. Для вещественного корня равняется. Для вещественного корня. Да, равняется для вещественного корня, да. Для мнимого, конечно, да, мы тут видели примеры, да. Значит, ну, да, так, ну, дальше, что они идут без, без перерывов, но это я, значит, пожалуй, сейчас долго формулировать, я уже думаю, что я вернусь к этому в следующий раз. Я думаю, что сейчас в этом месте логично поставить точку. Ну, в общем, вещественные корни, они обладают, значит, свойствами, очень похожими на свойства корней в конечном случае и в любом случае вот в определениях обычных групп, связанных с алгебрами Ли, Кацо Муди, значит, играют роль только вещественные корни, потому что только вещественные корни отвечают непатентным элементам, которые экспоненцируются, дают у непатентной образующей. Так, это значит, что для корней, не являющихся вещественными, мы там соотношения не написываем, не проэкспоненцируем для начала, там, и так далее. То есть, с ними нужно как-то абсолютно по-другому обходиться. И, значит, в действительности в, вот скажем, в конструкциях групп, там, аналогичных группе Стейнберга играют роль только вещественные корни. Так, но в любом случае, как мы вот в понедельник значит, с интересом посмотрели, значит, здесь вот с этим связано как раз принципиальное различие от конечномерного случая. Здесь далеко не любое конечное множество корней и даже не любое замктое множество корней, не содержащее противоположных корней, значит, можно сделать одновременно положительным и отрицательным. Вот эти два корня никакими усилиями нельзя сделать оба отрицательными. Как только мы пытаемся один из них делать отрицательным, второй уходит еще дальше. Вот отражение отсидно этого корня, этот корень переводит сюда, делает отрицательным, а этот корень делает еще более положительным. И потом, чтобы мы не делали, они всегда будут расходиться. Этот всегда будет лежать на этой прямой один, на другой, на другой прямой. Значит, то есть никогда, ну вообще любые два корня лежащие на разных прямых, никогда одновременно нельзя сделать и положительными, и отрицательными. То есть их можно сделать может быть положительными, может быть отрицательными, но нельзя сделать и тем и другим. Отражение? Ну какое же зеркало? Это, так сказать, зеркало в трехмерном пространстве, которое мы не видим. Да, которое вот отражает это сюда, это сюда, это сюда, а второе это сюда, это сюда, это туда. мы не видим, то есть мы видим это действие афинное, когда мы отбросили, да, это действие не линейное, афинное, оно еще прибавляет что-то. Так что, ну я думаю, что в этом месте сегодня логично поставить точку, но вот я еще хочу здесь разобраться вот с этим, так тоже какой-то пример, на какой-то пример посмотреть аккуратно, так, Даня, я думаю, с этим примером мы разобрались, да, мы видим базис, вы хотите согласовать это с конструкцией из там первого параграфа книжки, да, потому что больше-то здесь-то все понятно, по-моему. Так, ну ладно, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok